Описывая минувшее 12 июня, Хабиров назвал его тройным праздником. Ну, во-первых, день города Уфы, во-вторых, день рождения Салавата Юлаева, ну и в-третьих, день России. Вчера, 12 июня, уважаемые коллеги, такой тройной у нас праздник был. У нас и день России мы ответили, день города Уфы отметили, 269-е годовщина рождения Салавата Юлаева. В общем, у нас большой светлый праздник. Конечно же, ереванская родня Радия Фаритовича не могла не сделать подарка горожанам. И за очередной миллиард рублей жители Уфы получили новую плитку в парке нефтехимиков, какую-то нелепую арку, которая стоит без всякого ограждения и продолжения забором. В общем, вот это вот все с пестренькой плиточкой перед аркой. Хабиров, впрочем, сообщил, что паркостроение на этом, конечно же, не заканчивается. Он и дальше намерен осваивать бюджетные миллиарды на максимально выгодных условиях, отыскивать новые парковые объекты для освоения, ну, по его мнению, видимо, бюджета бездонного в Башкирии. Интересно, вот мне лично интересно, что случится раньше. Кончатся деньги в бюджете или кончатся неосвоенные, неотремонтированные парки в республике Башкортостан? Что-то, мне кажется, подсказывает, что первыми закончатся деньги. У нас вот мы восстановили нефтехимиков один в один, вот, по чертежам. Значит, сейчас мы восстанавливаем такую же входную группу в парк Аксакова. Поэтому там, где это было, надо к этому возвращаться. Очень красиво, на мой взгляд. Вообще, практически вся оперативка в этот раз была посвящена паркам, скверам и вот этой любимой теме Хабирова. Абсолютно для меня уже никакого сомнения нет в том, что именно строение парков, скверов и всевозможных клумбочек стало излюбленным делом Радия Фаритовича и, скорее всего, основным его бизнесом.